привет влад у меня часто спрашивают готовим мыли супы я уже отвечал на этот вопрос да мы готовим супы и не только я одна вот владислав тоже мне помогает приготовить супчик и сначала мы поджарим лук чеснок и все приправки тем кизине влад а сегодня мы будем готовить суп из по-русски кабачков и со шпинатом и базиликом вот владю влад не помог забросить все овощи у нас сегодня будет супчик из всех зеленых овощей как уже сказала здесь и горошек и различные травки и как по-русски это будет шпинат и все 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 зеленое и обезжиренное мяско говядины конечно же различные приправки до вкуса да мы вечером очень любим супчик а особенно вот такой зелененький вкусненький приятного всем аппетита кто ужинает а вы любите зажигать свечи а я просто обожаю я не знаю себе для меня лучший подарок это свеча а если она еще и запахом то это просто просто прелесть вечером в зимние вечера ну как можно без свечи а это поднимает настроение делает настроение романтическим и заставляет мечтать у меня спрашивает какой косметика я пользуюсь что есть весь натуральный косметик или все-таки есть и и другая косметика нет а вот вся декоративной косметикой и уходовой я пользуюсь разной я конечно люблю очень аптечную косметику у меня есть и дермо и дермо и био или рак и рок и всякая другая косметика я конечно бы хотела покупать все только органическое но не знаю пока у меня мнение косметики полностью не сложилось так где-то 50 на 50 есть продукты которые мне очень нравится а есть продукты которые мне совершенно не нравится так что я еще в поиске а вот краску я покупаю только органическую и моя самая-самая любимая клар краска называется натюрожина она без аммиака без парабенов а вот сто процентов закрашивает волосы и также она не тестируется на животных с полностью веган и знаете я меня просто влюбилась вот такой красивый цвет что получше всякой другой краски так что если у кого кто за у кого продается такая краска натюрожина то я ее очень-очень вам советую так что завтра буду красить волосы всем доброго дня у нас уже новый день я начинаю свой день в покраске волос тогда я крашу волосы сама я здесь мастера хорошего не нашла прижим я был замечательный мастер вот так как мы оттуда уехали и теперь все делаю сама и очень-очень довольна и сегодня у нас 4 декабря и мы украшаем дом к рождеству я тут подумала все-таки макияж какая это великая сила как он тебя меняет как трудно себя увидеть без макияжа в принципе это природа ну все пойдемте хотела показать цвет который получился вот такой цвет волосы еще маленько важны на самом деле он очень и очень красивый так что очень советую эту натуральную красочку а у вас детки в 9 лет играют в машинки куку влад у нас очень редко но вот сегодня что-то выходной и владислав решил поиграть немножко за 20 дней до рождества мы начинаем проращивать зерно и во франции эта традиция называется сент сентабарб и мы вам сейчас расскажем очень-очень интересную историю мои мужчины начнут делать проращивать зерно готовить чтобы прорасти дина а я вам расскажу историю знаете когда я приехала во францию то когда мне сказали что существует такая традиция сент сентабарб и я думала что по-французски барб это борода и так как мы проращиваем зерно она растет и похоже на такую бороду это приносит нам много богатства денег удачи в дом но оказывается существует совсем совсем другая история оказывается сент барбара это девушка которая жила а в провинции у нее был очень богатый отец девушка была настолько красивая что отец ее хотел выдать замуж она девушка она хотела посвятить себя богу она не хотела отдавать себя мужчинам и хотела всегда служить богу и поэтому отец решил ее запереть в башне и в этой башне всего было два маленьких окошечка куда он ее посадил и не хотел выпускать но все таки девушке удалось и чтобы претер претер это по-французски священник пришел и покрестил ее и она стала кретиян религиозной решил наказать девушку но ей удалось сбежать из-за ее заточения она скрылась в лесу но один из пастухов он выдал ее отцу но я скорее всего предполагаю что конечно же из-за денег и когда бог узнал это то он превратил все его стадо мутонов это овечек в кузнечиков чтобы наказать его девушку конечно же нашли ее подвергли великим испытанием и в конце концов пыткам и в конце концов отец сам перерезал девушки горло вот такая ужасная история и первый религиозный праздник календарный праздник по рождеству это цента барб когда все французы в провинции выращивают зерно на самом деле раньше зерно проращивали вот в трех емкостях то есть во имя отца и сына и святого духа расскажите мне как вы готовитесь к новому году какие у вас семейные традиции я вот уже успела попробовать новый рецепт вот сейчас я достану амандовая сладость это такое новогодний французский десерт французы очень-очень любят это называется под до манды амандовое тесто вот такое оно я попробовала сделать пт рецепт амандовое тесто он очень-очень легкий вам понадобится всего амандовая пудра 250 грамм потом две столовые ложки меда сушеные абрикосы и кунжутные семечки все это перемешиваешь скатываешь вот такие вот колбаски и кладешь в морозилку а потом разрежаешь на ваш вкус на ваше усмотрение французы очень любят такой аман такое амандовое тесто разрезать на маленькие-маленькие кусочки и вставлять этот кусочек в разрезанный на половинку дат это такая провинциальная сладость так что так ну вот французское миндальное лакомство готово вот так они его подают финиках я попробовала получилось просто замечательно так что нам не нужно не нужны всякие сладости с сахаром мы можем сами сделать свои правильные вкусняшки а теперь мы будем украшать с владиславом дому ну вот заканчивается наш выходной день мы провели его дома очень спокойно на эти дома иногда так здорово мы украсили весь весь наш дом к новому году к рождеству и это так замечательно так так уютно вы любите свой дом украшайте свой дом любите своих родных близких я вам желаю всего-всего самого-самого доброго будьте счастливы оставайтесь на нашем канале мы будем очень-очень рады ладно пока 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 до новых встреч удачи 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 Продолжение следует...